Приветствую вас. Во-первых, хочется обратить ваше внимание на то, что вы говорите, значит, по сей день в своих отношениях я выбирала то роль жертвы, то роль спасителя. Надоело и от одного, и от другого. Вы это делаете не просто так, а потому что вам распродаёт. У вас есть некий смысл, некий смысл того, что вы делаете. И, на мой взгляд, начать нужно с понимания, понимания того, почему вы выбираете такую роль. То есть, дело не в том, чтобы просто взять и лечить себя этого. Дело не в том, чтобы просто взять и перестать давать себе это. Дело не в том, чтобы просто взять и в односчастье стать другой. Дело в том, чтобы почувствовать, понять, увидеть, что вами движет в этой ситуации, вот, что вами движет, чего вы хотели бы, почему вы выбираете эту позицию с новой шоу. То есть, пока вы не увидите, чего вы хотите, что вам эта позиция дает, пока вы не увидите этого в себе, вы не сможете выйти из нее, из этой позиции. Это первое. Значит, хочу нормальные и уравновешенные отношения, основанные на любви, понимании и уважении. Здесь сразу несколько вопросов. Первое. Для чего вам отношения? То есть, условно говоря, почему вы хотите отношений? То есть, вы же прям вот говорите, что я хочу отношений. Если вы хотите отношений, то я могу предположить, в таком случае, что вам они, по вашему мнению, должны что-то дать. И это что-то вы идеализируете, и это что-то вы считаете для себя очень-очень важным. Вот возникает, собственно, вопрос. Что отношения должны вам такого важного дать, чтобы вы их хотели? Чего вам не хватает? Не хватает ли вам любви, понимания и уважения к себе? В таком случае, необходимо в себе же это взращивать и воспитывать путем личностного роста. Дальше идем. Глобально вам необходимо просто брать ответственность. Ни жертва, ни спаситель, ни преследователь не берет ответственность за себя самого и не отвечает за свои действия. И это именно то, что вам необходимо сделать. Начать брать ответственность за себя, за свои действия, за свои чувства, за свои желания, за свои поступки. Не замещать их другими людьми, а именно выражать их как что-то самостоятельное, цельное, изнашимое. Само по себе. Вот и все. Такая вот история. Но без удовлетворения той потребности, которая лежит в основе выбора вами позиции жертвы или спасителя, это не имеет никакого смысла. Потому что добровольно отказаться от реализации своей потребности и не дав себе ничего взамен, никто не захочет. Не захотите этого и вы. И это нормально. Поэтому не работая с потребностной сферой, вы не выйдете из своего состояния. А снова и снова задавая вопрос, такой. Вы просто удовлетворяете свои потребности во внимании. Ну, типа, что вам отвечает, значит, вы значимы, значит, вы чего-то стоите, вы привлекаете к себе внимание людей. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...